55 дней отбора и более 5000 заявок от желающих стать волонтерами Формулы-1. Конкурс 5 человек на место. По словам организаторов, для работы на Гран-при понадобится помощь чуть более 1000 добровольцев. Первая партия счастливчиков, это в основном сочинцы и жители районов края, уже сегодня приступила к обучению. Сегодняшний этап вводный. Мы расскажем о Формуле-1, как о спортивном мероприятии, о истории Формулы-1, о том, чем будут в целом заниматься волонтеры на Сочи-автодром. Большинство из волонтеров королевских гонок уже опытные добровольцы. За плечами Ирины Федоровой, например, российские международные тестовые соревнования, чемпионат мира по легкой атлетике в Москве, Всемирная универсиада в Казани и Олимпийские игры в Сочи. Скоро солидный список пополнится крупнейшим в истории России автоспортивным соревнованием. Все изнутри, увидеть легендарное событие, не похожее на все остальное. Будет ярко, интересно и с большими эмоциями. Обучение волонтеров проводят на базе Российского международного олимпийского университета. Кстати, на днях ВОЗ заключил соглашение с Сочи-автодромом. Теперь студенты олимпийского учебного заведения будут проходить практику на гонках Формулы-1, что, безусловно, станет для спортивных менеджеров колоссальным опытом. Наши студенты, а их в этом году в три раза больше, чем в прошлом году, это международная группа из 12 стран мира, они смогут прикоснуться к такому уникальному проекту, к тому, о чем они могли бы только мечтать. Это крупное спортивное мероприятие, которое способно изменить развитие не только какого-то города или региона, но в целом государства. Второй этап обучения практический. Он намечен на 10 сентября и будет проходить в рамках седьмого этапа российской серии кольцевых автогонок. Это тестовые соревнования в преддверии Формулы-1. В это время у волонтеров будет возможность изучить объекты королевских гонок, а третий этап обучения запланирован на начало ноября. Тогда каждому из волонтеров расскажут о его индивидуальных обязанностях.